приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про патч 1.19.1 он выходит и что после этого будет что нас ждет сейчас расскажу как это будет и выскажу свое мнение и так патч 1.19.1 выходит 17 января то есть буквально уже вот завтра сервера будут недоступны с 3 часов 30 минут по 1500 мск это очень долгий какой-то патч по сути в нем почти ничего нет глобально для игрока прям каких-то супер изменений кардинальных как будто в этом новый движок выкатывают но патч устанавливаться будет супер долго либо это время выбрано с запасом и патч выйдет раньше чем написано либо что-то там кардинально поменяется но это прям жесть нас вот настолько долго устанавливающегося патча на сервера я не припомню вообще ни разу обычно там ну до 11 12 ну до часу дня максимум если там задержки ну до 2 это уже все край 15 00 это вообще жесть какая-то также всем будет компенсировано 24 часа танкового према аккаунта если он у вас был если у вас его не было то компенсировать как бы и ничего что нас ждет в этом замечательном патче конечно же нас ждет новая ветка китайских тяжелых танков которая начинается у нас на седьмом уровне и заканчивается сами понимаете где я эту ветку начну качать и стримить наверное сразу как выйдет патч потому что больше особо-то заниматься и нечем потом начнутся новые режимы какие-то новые движухи и там уже особо некогда будет ее качать ветка мне кажется выходит какая-то не особо интересная да у них есть вот эти ракетные ускорители посмотрим что там дошло до основы так и оставили их занерфленными в мясо эти китайские тяжи или нет вообще складывается такое ощущение что вся эта ветка китайских новых тяжей с ракетными ускорителями уже и не нужно поэтому они и занерфили чтобы особо никто не трогал пускай валяются чтобы вообще и никто и не вздумал ее качать основная задача этой новой ветки и новой механики просто разрешить разработчикам сделать еще и прям танк на эту тематику вот они сделали базе 176 добавили его в коробке его подташнивает точнее игроков от него подташнивает он супер токсичный ветка это dlc к прям танку вот такое ощущение причем dlc такое бесплатная сделанная а как-нибудь но это конечно жуть и так после того как выйдет патч и у нас появится новая ветка нас еще ждет боевой пропуск 3 9 царства который стартанет у нас на следующий день после патча то есть 17 выходит патч 18 6 утра кажется точно не помню у нас начинается боевой пропуск и боевой пропуск закончится 1 февраля до 6 февраля можно будет покупать какие-то пакеты в прем-магазине с экипажем стилями может быть чем-то еще будет видно у меня возникли некие вопросы к боевому пропуску вот он длится там две недели получается и за две недели на вот экспрессе написано нужно в среднем сыграть около 500 боев кто играет получше может быть 400 кто играет похуже 600 это бои которые люди играют обычно за месяц дай бог а кто-то может быть и за несколько месяцев здесь же нам разработчики предлагают за две недели сыграть месячную норму задрота но там не учитываются бонусы за ежедневные задания и если мы очки на танке добиваем до конца там еще есть бонус по очкам то есть по сути немного меньше боев придется сыграть но допустим 300 это все равно много 300 400 боев сыграть за две недели это дофига это все равно больше чем если бы вы играли просто еще если бы вы были задротом еще и хорошо играющим не знаю как она там на деле получится может быть за задание прям много очков будут насыпаться но чё-то я как-то сомневаюсь их же там ежедневные задания три штучки выполнил и все и свободен короче какая-то муть так или иначе там есть бесплатные награды если вы будете играть даже немного какие-то награды получить поэтому в общем и целом ладно но очередной раз разработчики заставляют игроков задротить из-за чего жопа будет гореть отвращение от игры будет повышаться количество хейтеров будет увеличиваться работа над ошибками мне кажется не была проведена это такой же марафон на задротство как и был только две недели и название поменялось короче я пока улучшение не заметил да какие-то визуальные изменения есть но суть тоже самое играть много за небольшой промежуток времени а что для нас для игроков изменилось разработчики рассказывали нам что хотят изменить суть марафонов и диана изменилась но я пройду марафон не знаю насколько но в общем и целом насколько то он у меня пройдется и я потом сделаю уже основательное окончательное свое мнение где будет уже понятно реально что-то там улучшилось в марафоне или нет может быть все не так страшно как выглядит в общем посмотрим также у нас еще после боевого пропуска будет стальной охотник я так понимаю наверное 2 февраля без промежутков сразу пропихнут протолкнут прям впритык еще и стального охотника нас будет ждать более ценные награды за высокую боевую эффективность не знаю в этот раз там будут боты которых они показывали или нет в общем и целом посмотрим видимо у нас со 2 февраля по 13 будет стальной охотник а с 13 по 27 февраля у нас будет новое событие на глобальной карте которая очень интересно все так ждут что аж даже один процент игроков в эту херню не играют очень все ждем может быть стальной охотник будет накладываться на новое событие на глобальной карте может нет посмотрим но промежуток со 2 февраля по 13 я думаю наверное они забьют чем-нибудь а это видимо стальной охотник поскольку с 13 по 27 будет гк а с 27 до конца февраля пару дней там уже стальной охотник не влазить никуда ну и также в этом патче 1.19.1 нас ждет обновление премиумной техники и техники в магазине бонов про это я видос уже делал можете посмотреть поэтому уже буквально завтра некоторых танков при магазине не будет и в бонном магазине тоже но появятся новые вот такой вот патч на ждет вот такой вот нас ждет месяц февраль ну и конец января но еще написано что тут нас ждет какая-то новая серия захватывающих активностей но куда нее там припихнут эту захватывающую активность я не знаю вроде как все дни прямо растыканных впритык мне кстати не нравится что не остается места свободного где рандом существует без параллельно включенного дополнительного режима и рандом всегда придурковатый потому что часть людей играет во что-то другое вот такое мое мнение про новый патч пишите в комментариях что вы об этом во всем думаете ставить обязательно лайки играть красиво всем удачи и пока а и Продолжение следует... Продолжение следует...